Прохора Шаляпина Прохор Шаляпин сочетал соузами брака 42-летней миллионерши из Канады Татьяна и Дэвис, чья семья уехала из России еще в 90-е и сумела заработать целое состояние. До свадьбы влюбленные встречались два года. Известно, что женщина не скупилась и устраивала молодому избраннику красивые свидания в лучших отелях по всему миру. Само торжество тоже было пышным, на него ушло не меньше 15 миллионов рублей. По информации медиа, на празднике играли хиты Юрия Шатунова и Верки Сердючки. Невеста была одета в традиционное белое платье. Шаляпин отдал предпочтение светло-серому классическому костюму. Однако после праздника случилось несчастье. По словам Прохора, на следующий день они с женой отправились на шоу «Цирка Дю Салей», где Татьяна и подцепила опасную болезнь. «Мне повезло, что я накануне свадьбы сделал прививку, поэтому болезнь меня миновала, а Таня медлила, не хотела прививаться, и вот итог. Коронавирус в тяжелейшей форме», — рассказал артист. Сейчас Дэвис находится в клинике под аппаратом ИВЛ. Поражение ее легких достигло уже 80%. Ее знакомые утверждают, что женщина при смерти. Врачи изо всех сил пытаются спасти ей жизнь. Сам Прохор тем временем вернулся в Россию по семейным делам, но утверждает, что очень боится за любимую. «У Тани 80% поражений легких. Я очень переживаю за нее. Главное, чтобы она выжила», — заявил Шаляпин в беседе со журналистами. Ранее Шаляпин в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказал о своей двоюродной бабушке, которая посигнула на его квартиру. По словам артиста, повод для разговора с родственницей стала его популярность и появление инфоповодов о личной жизни. «Прохор, я слышала, что у тебя развод. Перепиши на меня все свое имущество, пока не поздно, чтобы сохранить его. Я был обескуражен», — рассказал Шаляпин.